фух друзья всем очередной привет так что у нас тут сухо чем пятница мы на стояночке вроде тоже все ничего ну что сейчас попробуем с вами завести леденца послушаем будет она там брехать или нет эта штука стартуем визга нету визга нету это уже хорошо будем надеяться что мы попали спасибо сани осипову ну как бы дал наводочку на эту штуку будем надеяться что я попал и он попал и мы все попали в обгонную муфту вот единственно что я поставил дешевую самую самую дешевую сколько она проходит хрен его знает в общем ладно какую выцепил работу едем в держинск грузим металл и возвращаемся в минск не то грузим не то выгружаем еще что-то и едем молодечно такая была заявочка немножко поторговались меня тоже там торговали маленькая но я чё-то сказал что не могу не могу я так торговаться потому что блин и так все недорого скажем так все поэтому даже машину прогревать у меня машина на газу там стоит датчик типа 40 градусов надо что было я сегодня завел пока машину двери открыл у меня сразу газ и включился на улице 30 машине показал 30 все заявку они еще не скинули но вот-вот должны едем едем грузиться не единственное что не купил воды забыл за их заехать в магазин для машине просто ташкент просто вот просто ох жара жара невозможно печку что ли выключить или хрен его знает о пацаны что-то обсуждают в рации это хорошо надо заехать купить водички я завел холодильник пускай охлаждает немножко закинем туда иначе мы от жары сегодня помрем в общем вот такие дела все выдвигаемся на загрузку а вот и город держим снова джинску привет так что весь бизнес находится на улице фаминых сколько вот куда бы ты не приезжал держится не заказали тачку все время надо на фамины что-нибудь загрузить либо разгрузить свободно экономическая зона фаминых прямо налево налево пуль и что-то опять куда-то направо а у это санек харловский привет тебя братан лишь контора твоя что-то ты пропал не пишешь работаешь там нет как бизнес идет нет что тут слышно в бите ладно надо будет цинкануть узнать вообще как у краски какой-то воняет не могу понять коронавирус на у меня запах непонятно еще до сих пор не могу ничего понимать как она как и чем пахнет справа никто едет так ладненько сейчас приедем посмотрим у нас металл либо одна пачка либо две будет 250 на метр двадцать пять элита элита идет посреди дороги отдыхает ладно поехали в общем чтобы понимали я приехал тут обед никто ничего не сказал в общем принципе как всегда ладно еще надо выписаться где-то сказали в кирпичном здании вы его проехали я только не по сюда на увеличение идет или на уменьшение ну вот тут вот было кирпичное здание всегда какое-то двухэтажное надо где-то вот тут вот стать у кустик и сходить задание сказали мне могут дать и сейчас а загрузить могут все равно только потом так что вот сюда вот приземляемся в кустики в тенечек а он до 52 все нормально сейчас вот сюда вот чпань и пусть весь мир подождет что он рассказал все идет как всегда через желтую рубашку меня не массил уже молодично не надо здесь уже не три тонны будет а 6 300 и уже две ходки на минск надо сделать вот звонит экспедитор сейчас вам расскажу ну в общем друзья все две ходки позвонили согласовали да давайте по цене раз мы молодично не едем поторгуем на пивасик уступил не знаю зачем на пивасик уступил ладно едем под кранбалку оказывается это северсталь череповецкая филиал металлурги тут эти вот металлисты не знаю как правильно жилет каска все строго должно быть это у нас есть едем туда вот под кранбалку они должны загрузить потом я подъеду к этой девочке она мне выпишет документы и мы поедем туда там как обычно быстро редко бывает но будем настаивать потому что потому что потому в общем вот так вот сюда вот нам надо я так понял вот вот сюда вот мы первые тут никого нету металл будет не в пачках по два с половиной метра уже 6 листовой боже вы поняли короче в общем вот здесь это будет сейчас пойду узнавать чем я пошел расчехляться каска жилет он все лежит снимать нельзя висит транспарант снимать ничего нельзя все пошел расчехлять ну что друзья два часа дня взрывели моторы мы только выехали выезжаем загрузки но документы мне отдали там пока распечатана не могу сказать что долго вроде все чих пых чих пых сейчас надо вот доехать до монтажников там надо чтобы выгрузили быстро выгружать будут скорее всего боком либо надо проситься под кранбалку у них там под навесом если кранбалкой сниму то конечно плюс если нет то будут пробовать погрузчиком это высовывать и лететь сюда назад потому что они до четырех сегодня как бы как обычно найти как вот это сначала ищет очень долго машину потом неправильную искали машину потому что неправильный был груз ну и все тому подобное как бы нового ничего все как обычно бывает так скажем ошибки но эти ошибки как как обычно сказываются на ком правильно на перевозчике ладно что поехали опять в обратном направо уедем разгружаться звонила экспедитора игру позвони там скажи чтобы меня быстро выгрузил сказали вроде как попросим а поможет это или нет не знаю в общем приедем все узнаем погнали а вот друзья помнится я говорила вон едет самосвал сарится на дороге летает песок задним он едет песко строят хороший парнишка видите доброе дело делает песочек возим какого рожда он не накрывает а вон с него летит прям и 5 вот вам доказательства что мои слова как говорится не пустые вот он едет и песко строит молодец я не знаю блин почему вот а потом блин а в лобовиках камни сидят прямо на камеру не знаю будет видно нет но прям видно как с него вон раздувает прям хорошенько хорошенько красавчик ну все подъезжаем уже к разгрузке 25 минут и мы на месте как говорится но горячий воздух конечно машинке тяжело да заткнись ты там боже да молчала все тут начинает что-то аукат рация это тяжело тяжело машинки воздух горячий блин а и прямо чувствуется не хватает холодка все приехали предупредили сказали быстро должны разгрузить сейчас посмотрим кого и как быстро разгрузил этот сюда на фуре или нет не сюда ладно мы его сейчас объедем пофигу куда нам быстрее все друзья я разгрузился три часа быстро не получилось погрузчик который это выгружает он на занят фурами вот стоят в очереди тут фуры пять наверное или сколько не он занят фурами разгружает фуры и типа я говорю блин пускай привет просто снял и я поехал надо подождать 20 минут даже 30 30 минут на ожидание приехал погрузчик снял ну это такой необычный погрузчик а как боком который есть у него четыре лапы все это ладно погнали за второй год все сошел все просто тяжело все просто жарко асфальт раскаленный но это только сегодня завтра уже 24 на следующей неделе плюс 16 плюс 20 так что пока лето было недолго погнали погнали еще три тонны металла 3100 привезли там еще три сколько же или сколько я даже не знаю что-то угол этого в такую же руку конечно вроде не делал ничего стойку поставил уже спать ну тент собрал вот познался такая работенка в которой нет на этой неделе то и не работал где был в неделе а с великих рук можно сказать работал и в пятницу и все и все и все и все блин жарко так ехать не хочет горячий воздух все раскаленное пипец просто когда более холодный воздух блин более классно едет прям тянет машина куру эти диванки здесь смотреть а? на другую бы погоду хребно как раз на руку а то прикольно ладенько все друзья да снова едем в Дзержинск там в принципе все должно быть готово они сказали если ты приедешь пособерем я говорю собирайте я приеду еще один украшает 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 мусором и пинц красавчик да это говорит как от пескоструить машину не имея пескоструйного оборудования смотрите груженый масс песком пристраивайтесь за ним едете и все больше делать ничего не надо как видите все природа сделает самара ладно поехали ну вот мы с вами друзья снова на месте загрузки ну вот тенек какой сейчас туда лайбу ставим идем за документами 15-30 тянет потянет говорит да и потянет не может сейчас его вот сюда вот в тенек тоже хотя бы кабину хотя бы кабину кто то выпустите тоже поставил мы тоже спрячемся и пошел я за бумажками на загрузку все взял поперен буквально три минуты зашел только вас надеюсь хорошими словами да так осталось нам два вида листа тут мужики уже все приготовили честно говоря она не сказала и они тогда сказали ты приедешь я говорю там мы тебе все приедем хорошо сейчас опять одеваем каску жилет и все и идем опять потеть расчехляться потому что не потея расчехлиться не получается опа а вот кстати стоит роман грузится я так не помню пушными запчастями занимаюсь а вон да да туда-сюда вот кабины для тела мосты вон запчасти все хорошее разбор вот оно манда вольвер ино донор называется донор моторс все мужики отдыхают я уже прямо чувствую что там никого нет так что съезжаем бибип 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 везет там кто нет бибип и никого бибип 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 вот здесь хорошо хорошо всего под желтым краном где-то не как-то вот так вот трудоделем мой проходит а а жилетка у тебя есть так я же заезжал с у вас пацаны все ладненько пошел расчехляться ну все друзья загрузился тысячу потов льется просто пипец как этот человек в черной майке я не знаю водичку холодильник об такую погоду холодильник просто спасает нет кондиционера хотя бы холодную водичку можно сербать это просто замечательно сейчас возвращаемся к тому зданию где на пол забираем накладные и это я переезда и все едем на выгруз просто вон тяжеев судяк сейчас за этой ладой местой и стоим ся опа и все и пошли так все друзья документы мы забрали сейчас видите быстрее потому что уже были готовы мальчишки и девчонки все время шестнадцать 30 сколько там переехать обратно город герой минск подождать погрузчиком разгрузят приехать на стоянку поеду за женой заберу с работы что-то там какие-то завтра аттестаты эти дипломы моему ребенку дочки старших 9 классов закончила выдавать опять надо что-то подарить цветы дарили на выпускной зачем столько цветов что они с ними делают коробочку конфет туда какую как говорится кариесу дадут вспомнить что такое сахар это шутка может бутылочку шампанского какого-нибудь или чего а что эти цветы вот только пола линейка была опять цветы дарить скучно и вообще я бы математицы нашей школе не знаю что не хочу просто хамить за рубила детей по математике на экзамене просто конкретно дети сказали на год ничего не рассказывал по математике а на экзаменах короче спросила очень сильно бывает такое ничего не сделаешь как будто камешек залез в колесо стучит так а мы поворачиваем направо в очередной раз сегодня видите как меня сколько раз у меня в держин занесло второй раз за последние два с половиной часа так часто я еще в держинске не бывал так что только подписчикам всем кто меня знает всем так что поехали на разгрузочку честно просто все тяжелые руки разная и то и 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 пятницу как говорится отработали пусть как-то эту недельку мы закрыли как говорится нам катя из-за одного трактора чуть ли только что тут пацаны не разбились и не начнется проб просто из-за того что братишка на тракторе едет и эти все оголелые начинают так вот по сумасшедшему да а он как бы все пять километров в час куда торопиться треба солярышку ой блин и и по и и и и и и и Я не знаю Ладно У нас что? Малиновка Следующий съезд наш Съезжаем на разгроску Ну вот, друзья Вот такой вот метальчик я при вас Тут три листа всего Здоровучая, падла, тяжелая Три тонны, каждый потон не весит Вот Уже сто потов сошло, честное слово В общем, заезжай Охранник говорит, информацию для водителя Будешь ехать сюда, чтобы ты знал, хочешь доведу Я говорю, давай Со следующей недели, короче Жилет, каска, брюки Никаких сланцев В общем, фрак Как будто вас здесь будут ждать Как дорогого гостя Будет оркестр на въезде Вы весь красивый, в ботинках, ну и все дела Просто поражает Если бы это зимой придумали, я бы еще понял А летом, когда жара такая Брюки, самые брюки Чтобы эстетически выглядел хорошо В общем, друзья Вот так вот я сюда поработал Немножко, конечно Это заморачивает В плане разгрузок Этих, всего этого Но что делать Жара, как говорится На заработок не должна влиять Все Машину я так и не помыл Выходные дожди обещают Не знаю Сегодня уже времени мыть нету Хотя буду ехать через мойку В общем, как-нибудь помоем Все, всем хороших выходных И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok